Музыка Утром первого, мы на месте Тремя на заработал, включили рвет у сколы поезды Узов принято, уезжаем Жители микрорайона Самал вышли на сход Они заявляют, что недовольны работой полицейских Дома и магазины микрорайона часто подвергаются грабежам И кражам, и несмотря на жалобы жителей, результатов нет Кражи совершает кто-то из местных жителей Вы же сами говорите, прежде чем ограбить дом, они стучатся В дверь, зачем чужому человеку стучать в дверь, ведь если Он постучит, все сразу скажут, это же ты вор, а свой может Что-нибудь придумать Нет, я вам так скажу, эти люди, которые воруют и они связаны между собой Какая-то у них крыша есть в департаменте, которая Говорит воруй, а я тебя прикрою, все дела закрою, а воры ходят И все забыла, что у них есть другие люди, которые Они не могут двигаться, которые они не могут Они иные люди Все это, если ты воруй, они не могут Их не разъяснили они Ну, ты воруй, они не могут Нехника, ты воруй, что меня не может Я думаю, что я дам Ко мне уже три раза залезали воры. Никакого результата. К участковому идешь, он говорит, занимается этим следователь. К следователю идешь, тот отправляет к опергруппе. Опергруппа говорит, этим должен заниматься участковый. И это никогда не кончится. Будешь ходить по кругу, то к одному, то к другому. Кража была 9 декабря, но до сих пор никто этим делом не занимается. В этот дом воры залезли накануне ночью. Сняли котел отопления и новые батареи. Вот здесь висел котел. Тут были батареи, 5 и 7 секционы. Вчера еще висели, а сегодня, смотрю, их уже нет. А в этот магазин воры залезли 7 декабря. Срезали видеокамеру, а потом, не опасаясь наблюдения, прошли в помещение. Они отключили наружный свет, срезали камеру и всю аппаратуру, соединенную с ней. Забрали также и монитор изнутри магазина и другие вещи. Помимо продуктов, они вытащили небольшой терминал через окошко магазина. Они все вещи не спеша вытащили за магазин, перетрясли все и с собой забрали небольшой сейф. Кроме этого, здесь на полках были еще памперсы, сигареты, шоколад, кофе. Его тоже забрали. Полиция приехала, стала все осматривать, а потом говорят, все бесполезно, они были в перчатках. Теперь жители боятся даже спать в своих домах. Последний случай напугал всех. Ночью в этот дом постучал кто-то, а потом стал ломать окно. Соседи услышали, вышли, а вор убежал. А если бы в доме дети были, они бы испугались. Мы уже их предупреждаем, когда в дверь стучат, не открывайте. В лишний раз посмотрите в окно. Соседи видели этих людей, вы у них спросите приметы. Как пообещали жители микрорайона, они не остановятся, пока преступников не поймают и будут обращаться во все инстанции. Поздно ночью сотрудники ДПП остановили автомашину Мазда. Но водитель предъявлять права не спешил. Он поинтересовался причиной остановки. Только когда полицейские объяснили, что разыскивают угнанный автомобиль такой же марки, передал свои документы. Пожалуйста, вот удостоверение, там водительское удостоверение у меня забрали. Вот, получается, в прошлом месяце мне не дали ни этот. Я могу даже сказать, какая машина была под каким номером. Выйдите с машины, пожалуйста. Без водительского удостоверения вы не имеете права автомашину. Что я не имею права? Водитель автомашины. А как если мне не выдали этот, ваш же, этот, получается, там есть? Правильно? Все. В наличии. Здесь все есть? Можно я закрою? Дорога, вот он за рулем. Автомашину за неполное наличие документов полицейские доставили на штраф в стоянку. Теперь водителю предстоит оплатить крупный административный штраф.